Работники Рудника Кумтор ответили президенту и главному исполнительному директору компании Центра Голл Скотту Перри на его ранее опубликованное заявление, в котором он обвинил Кабинет Министров в захвате Рудника на основе ложной информации. Господин Перри, мы, многотысячный трудовой коллектив Рудника Кумтор, объединяющий жителей из разных регионов нашей любимой Родины, ознакомились с вашим обращением от 1 июля этого года, со смешанными чувствами, отражающими наше глубокое недоумение, сожаление и разочарование. Мы даже не можем сказать, что в ваших словах особенно неприятно поразило всех нас. Ваша лицемерие, ложь или стремление любыми путями уйти от ответственности. Мы, как люди труда, добывающие в поте лица себе хлеб насущный, отвергаем вашу попытку присвоить себе чужой успех, когда вы ранее в своем обращении к народу Кыргызской Республики заявили, как свое откровение, следующую очевидность. Почти полвека назад советские геологи обнаружили золото в отдаленном районе горных хребтов Тяньшани на высоте почти 4000 метров над уровнем моря. Хотим вам сказать, господин Перри, что ни вы, ни кто-либо еще к этому не имеете никакого отношения, ни прямого, ни косвенного. Это золоторудное месторождение Кумтор, одно из крупнейших на территории бывшего Советского Союза, было открыто благодаря упорному и настойчивому труду наших геологов, которые нашли на нашей благодатной земле немало кладовых природного богатства. Вы также утверждали, что на протяжении десятилетий разработка месторождения в столь негостеприимном месте считалась просто невозможной задачей. Это снова неверно. Проблема не в том, что было технически невозможно заниматься разработкой месторождения. Дело, как ни банально звучит, в тех людях, которые встали у руля государственной власти и повели нашу страну в самостоятельное плавание после распада Союза. Мы так им верили. У всех нас после образования независимого Кыргызстана была сильная надежда на то, что наша молодая республика пойдет по пути возрождения, процветания, быстрого развития. Тем более, что такие важные для страны активы, как золоторудное месторождение Кумтор при их освоении и правильной разработке, могли дать толчок экономическому развитию, стать опорой и прочным фундаментом экономического и социального благополучия Кыргызстана. Однако этого, к великому сожалению, не произошло. И в этом вина, по нашему глубокому убеждению, лежит на тех первых и последующих двух руководителях нашего государства, которые, несмотря на возражения здравомыслящих политиков и патриотов страны, наплевав на будущее своей республики и народа, пошли на то, чтобы заключить соглашения, которые с каждым разом становились все более кабальными по своему характеру, не отражая интересы Кыргызстана. «Господин Перри, вы наплевали на всех нас. Вам глубоко безразлично то, как мы дальше после вашего бегства работаем и живем. Не нужно играть на публику и картинно печься о нашей тяжелой доле. Если бы вы, господин Перри, были чисты в своих поступках и помыслах и осуществляли свою деятельность честно, то вы бы не убежали, поспешно бросив все, и вы бы продолжали отстаивать свою правоту перед государственными органами Кыргызстана здесь, находясь в стране. Вы бы не бросили нас на произвол судьбы. Наше государство крепко взяло в свои руки управление рудником, и мы верим, что вместе сможем преодолеть все препятствия и добиться больших успехов во благо страны и народа. Мы, трудовой коллектив Кумтора, с учетом последних событий полностью поддерживаем принятый парламентом Кыргызской Республики закон о введении внешнего управления на нашем руднике, который исполнен Кабинетом министров. Данный закон является справедливым, обоснованным и защищает интересы народа Кыргызстана. Важно то, что в судебном порядке определены экологические нарушения руководимой вами компании, где вы в нарушении статей 46 и 47 закона о воде, ст. 67 Водного кодекса, складировали пустые породы на ледниках Давыдова и Лысый, тогда как обязаны были вывозить их вниз в долину и складировать их на естественной поверхности, на земле. Вместо того, чтобы вывозить отходы из карьера в долину вниз на 300 метров над уровнем моря. Под вашим руководством эти отходы складировались рядом с карьером на ледниках и в направлении вверх на 200 метров над уровнем моря. Это нонсенс. В итоге вы свалили более миллиарда тонн отходов на ледники и создали на белоснежных ледниках черные горы отходов высотой более 100 метров, которые сейчас угрожающие, нависают над карьером и грозят обвалом вниз с разрушением ледника Давыдова, где законсервированы запасы воды более 500 миллионов кубометров. И это не проблема изменения климата, как лукаво заявляете вы, господин Перри, а проблема, которую создали вы, цинично нарушив наши законы и общечеловеческие принципы бережного отношения к природе. Безусловно, это делалось при покровительстве прежних безответственных руководителей страны. Вы сами подтверждаете то, что преступная практика складирования отработанной породы на ледниках в районе Кумтора была одобрена предыдущими составами правительства Кыргызстана. «Пользуясь этим покровительством, вы нарушали наши законы, а также не платили в полном объеме налоги. Судом наложен штраф в 261 миллиард сомов или 3 миллиарда долларов США за складирование отходов на ледниках, предъявленные претензии по невыплаченным налогам на 1 миллиард 200 миллионов долларов. Господин Перри, когда вы начнете исполнять законное решение и возвращать Кыргызстану незаконно полученное богатство? Господин Перри, печально осознавать, что говоря об экологии, вы вводите в заблуждение всех. Переводя вопрос о преступной практике складирования отходов на ледниках в проблему изменения климата, говоря о таянии ледников, печально, что вы, господин Перри, продолжаете клеветать на наш кабинет министров. После этого поистине исторического решения нашего Кабмина и последующих его эффективных действий по восстановлению управляемости на руднике всех нас многотысячный коллектив Кумтора переполняет чувство гордости за наш нелегкий труд, который стал сейчас действительно осязаемым. В этой связи, господин Перри, хотим подчеркнуть, что вопреки вам и благодаря нашей работе страна теперь начинает получать ресурсы, которые помогут сделать жизнь наших людей легче в условиях бушующей пандемии коронавируса в виде зарплаты, пенсий, пособий и других выплат. Новость о том, что за неполные два месяца нами выработано золото на 82 миллиона долларов США, вызвала большую радость и энтузиазм среди наших граждан. Мы постараемся сделать все, чтобы темпы и масштабы нашей слаженной и дружной работы только увеличивались. Господин Перри, лжете, когда утверждаете о том, что безопасность сотрудников всегда была нашим приоритетом? Ваши объяснения насчет того, что когда государственные органы конфисковали компьютеры и пароли отдельных сотрудников рудника Кумтор, глобальные IT-системы Центера Голд ограничили доступ всех пользователей в целях сохранения целостности глобальной IT-инфраструктуры, не выдерживают никакой критики. Вы, господин Перри, как руководитель компании, нарушили существующие обязательства, когда 15 мая этого года, еще до введения внешнего управления на руднике, удаленно ограничили доступ к центральной системе. Если бы вы пеклись о нашей судьбе, ценили наши жизни, дорожили нами как работниками, имеющими разный уровень ответственности, стаж работы и квалификацию, то вы бы никогда не пошли на такие вредительские шаги. Потому что все мы, несмотря на ваше бегство из страны, продолжали обеспечивать непрерывную работу рудника и не допустили сбоев и чрезвычайной ситуации. Не было справедливости в том, что наш рудник обеспечивал долгие годы львиную долю прибыли компании Центера Голд Инк. А вы, господин Перри, из тех миллиардов долларов, которые находятся на ваших и компании счетах, выделяли мизерные суммы для наших насущных потребностей и еженедельные расходы на выплату заработной платы. Почему за годы эксплуатации рудника Кумтор, который дает вам львиную долю прибыли, вы, господин Перри, и компания, получив свыше 11,5 миллиардов долларов США чистого дохода, будучи злостным неплательщиком налогов и нанеся непоправимый ущерб экологии Кыргызстана, взывая к нам время от времени, сами же мешаете нам работать? «Зачем вы, господин Перри, разослали письма внешним поставщикам о прекращении поставок, прекрасно зная, что это может повлечь угрозу нашей безопасности и даже жизни при осуществлении работ? Почему пытаетесь разрушить то, что мы создали за долгие годы нашего труда? Приходится с горечью признать, что после длившихся десятилетий преступных действий руководства компании, которая купила оптом и в розницу наших высших чиновников, государственным органам республики будет очень трудно справиться с задачей, созданных вами экологических и технических рисков на руднике. Однако, как у нас в народе говорят, дорогу осилит идущий. Весь коллектив и новые управляющие нацелены на устранение чинимых вами препятствий в работе». Господин Перри, уже прошло более чем 25 лет с момента запуска Кумтора, как многообещающего международного горнорудного проекта. В разные годы здесь нашли свою работу тысячи соотечественников. «Мы стали частью трудового коллектива рудника. Наши трудовые отношения складывались на основе соответствующих договоров по принципу «начальник-подчиненный». Хотим подчеркнуть, что мы – далекие от политики люди. Каждый из нас на своем рабочем месте старался и старается трудиться добросовестно и честно. Однако, следует признать, что за все эти годы мы не знали и не видели всей полноты картины внутри и вокруг рудника. Мы о многом не догадывались. За последние почти два месяца, прошедшие с момента перехода Кумтора под новое руководство, многое для нас стало проясняться. Мы глубоко потрясены тем, что в результате многолетних преступных действий разных лиц как внутри страны, так и иностранных партнеров, золоторудный проект Кумтор стал для нашего народа большим разочарованием. «Господин Перри, нам хочется многое еще сказать. Однако в заключении мы, многотысячный трудовой коллектив Кумтора, надеемся, что у вас хватит благоразумия не вводить в заблуждение правительство Канады и весь мир, не заниматься очернением действий нашего кабинета министров, а начать исполнять справедливые судебные решения и действительно проявить искренность и честность в признании и исправлении допущенных ошибок. Иначе мы, работники Кумтора, в отличие от вас, господин Перри, не думаем, что мы все сможем двигаться в будущее. Просим вас, господин Перри, впредь не утруждать себя, пытаясь, как у нас в народе говорят, наводить тень на плетень. Верните народу награбленное. Верните наши деньги». Продолжение следует...